Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 10 августа, с вами снова Марина Петрова и наш проект совместной посадки фрагментов стрептокарпусов. Хотя сейчас уже трудно назвать, да, это все фрагментами. Наши растения за время проекта очень сильно подросли. Итак, вот два из них уже цветут. Два вот взрослых растения, сорт злотка. Так, этот мы с вами уже смотрели, давно за ним наблюдаем. Вот он расцветает все ярче и ярче. Здесь еще цветоносы выпускают. То есть такой получился у нас очень хороший взрослый куст. Причем обратите внимание, что вот первые цветы молодые, они имеют пигмент немножко ярче. А вот это вот самые первые цветы, вот чуть уже цвет поблек. Стоят под лампами на стеллаже. Возможно, при естественном осмещении окраска цветка будет другой. Так, вот смотрите, уже здесь корневая достаточно хорошо разрослась. И мы видим, появились снизу горшочка корешки. Так, но пересаживать я пока не буду, естественно. Куст цветет. То есть это предстоит сделать уже после того, как все цветоносы отцветут. Вот видите, старый цветочек, самый первый уже упал. Так, мы пока уберем цветущие кустики. Вот второй у нас тоже затвел. Раскрывается цветок. Еще цветоносы на подходе. Такие вот взрослые экземпляры мы получили. Они меня радуют. Так, что происходит со старыми? Давайте посмотрим и проделаем некоторые манипуляции. Сорт Алтай. Маленькие фрагменты, из которых мы выращивали этот сорт. Вот здесь вот они сгнили. Все гнилое, безусловно, нужно сразу убирать. Также, если вы видите, что какие-то вот части листа, как вот у меня здесь, подпортились, подсохли, обязательно берем ножнички, аккуратненько все это срезаем, чтобы не распространялись вот эти вот споры отмирающих частиц листа. Это все, к сожалению, не сделает здоровыми наши цветочки. Так, вот так обрежу. Ну, вы видите, что очень слабые еще дети, детки, пусть растут. Тут вот тоже, к сожалению, материнский кусочек листа сгнил. Я его поэтому уберу, чтобы он не распространял инфекцию. Ну, вот из-за того, что, видимо, лист вот этот подгнил, вы видите, что и сами детки тоже немножко показали это на себе. Поэтому все плохие части нужно обрезать. Так, ну, я надеюсь, что они, конечно же, выживут, будут продолжать расти дальше. Так, значительно подросли другие детки, посмотрите. В принципе, уже их можно рассаживать. Вот фрагмент с детками, пересаженный с торфяной таблетки. Посмотрите, какая разница, да? Они были практически одинаковые. Я на прошлой неделе говорила вам, что мы увидим эту разницу. Ну, вот торфяной таблетки. То забудешь полить, то еще что-то не так пойдет. Вы видите, как подросли вот эти детки, которые мы пересадили на фитиль. Поэтому я планирую сейчас вот это вот, конечно же, тоже пересадить, чтобы не было вот таких проблем. Так, наш рыцарь, посмотрите, радует меня. Видимо, фитиль его спас. Мы здесь видим, вот уже значительно подрос маленький листочек. Ну, и сам детеныш достаточно зелененький, здоровый. Надеюсь, что будет дальше активно расти. То есть методом пересадки на фитиль мы его спасли. Вот здесь от сорта, нового сорта 17-22 Диметрос. Лист тоже пропал, вы помните, да? И остались маленькие детки. Но вот они значительно подросли за то время, как мы пересадили их на фитиль. Здесь вот из фрагмента уже другие детки растут. Это фрагмент, от которого мы отсаживали взрослую, сейчас уже цветущую розетку. В принципе, можно уже отсаживать. Так, я показывала, как я это делала, поэтому пока не буду. Так, а займемся сегодня вот все-таки этой деточкой, которая у нас в торфяной таблетке бедствует. По-другому назвать это я не могу. К сожалению, вот самый неудачный опыт все-таки выращивания в торфяной таблетке для меня оказался. Так, извлекаем. Еще раз повторяю, что если вы из земляного грунта или из торфа пересаживаете на фитиль, желательно максимально убрать весь грунт с корней, постараться. Так, мне терять нечего, поэтому сразу рискну посадить вот в большой горшочек, потому что практика показывает, что вот ощутимо очень выросла другая детка. Так, все так же, без изменений, вставили фитилечек, насыпаем уже готовый субстрат для фитиля, размещаем здесь наших, наши детки, растущие из этого, уже не видно его фрагмента, добавляем в состав. Так, ну вот и все. У меня, в принципе, состав достаточно влажный, поэтому можно сверху не поливать, но если вы сомневаетесь, то вот так немножечко можно полить. Так, ну сразу ставлю в стаканчик, все как обычно, без изменений. Надеюсь, что теперь с этим фрагментом все будет хорошо. Вот, если у вас вот такие детки уже большие, да, как вот у меня, их можно отсаживать, можно, в принципе, не отсаживать, дождаться, когда они подрастут побольше. Очень порадовал меня, конечно же, вот кот-бегемот, сорт фантазийный. Очень подросли детки здесь, вы видите, что они вот сидели-сидели маленькие, и тут вдруг резко пошли в рост. Так, ну сегодня я еще пока трогать их не буду, пусть растут дальше. Если у вас появились какие-то вопросы или возникли проблемы, то вы как обычно можете задать ваши вопросы в комментарии под этим видео. Ну, а я с вами на этом прощаюсь, дорогие друзья. Увидимся ровно через неделю в это же время. С вами была Марина Петрова.